Вот так же она меня отбивает от ребенка, вы видите это? Господи, если бы ты обращалась с ним как мама, я за мной бы отдыхала. А я и твою... Эти кадры увидела вся страна. Мама и дочь из Калининграда без стеснения выясняют отношения в эфире федерального канала. В эпицентре бурьемоций внук одной и сын другой, мальчик по имени Артем. Как оказалось, о резонансной истории, о которой сейчас говорит вся Россия, в нашем городе никто не знал. Сейчас наша съемочная группа направляется в гости к маленькому Теме и его бабушке Лидии Миловановой. Пенсионерка рассказала нам по телефону, что была на пределе и даже хотела лишить свою дочь родительских прав. Та систематически избивала ее и даже собственного сына и воровала из дома деньги. Казалось, что эта черная полоса никогда не закончится. Наталья Милованова отдала Артемку своей матери сразу после роддома. По словам Лидии Васильевны, у дочери редко просыпались материнские чувства к сыну. Зато он ее любит до безумия. Один раз я спал ночью, она пришла меня, побила, и мне телевизор разбило. Когда я в комнате иногда мультики смотрела, она мне его разбила. Тогда ой как... Бабушку я, конечно, люблю, но маму больше. Я так по ней скучаю. Артемка рассказывает о маме Наташа чуть не плача, но слезы сдерживает. Ведь он мужчина. У мальчика дрожит голос, когда он вспоминает, как она устраивала скандал и злилась на него и бабушку. А вот Лидия Васильевна о том, на что была похожа их жизнь с внуком, старается забыть. Опьяно била, избивала, даже на скорой нас увозили. Однако, ничуть не меньше, пенсионерку мучил финансовый вопрос. Ведь мальчика нужно и чем-то кормить, и во что-то одевать. Я просто была как в какой-то скорлупе. На меня отсыпались все неприятности. Я не могла никак выбраться. Вот этот вот... Вот этот недостаток этих денег. Вот это пенсию мне 10 тысяч, 5 тысяч я отдавала там за квартиру. 5 нам оставалось. Вот в каком-то ремонте могла быть идти речи. Еле-еле хватало, иногда даже не хватало. Но проживет. Лидии Миловановой жить стало легче, когда и начали помогать волонтеры. Но в корне изменила ситуацию то, что женщина рассказала о проблеме с телеэкранов. И самое главное, Артем обрел отца. Артем, привет. Меня зовут Вова. Я, получается, твой отец. У всех есть папа, а у меня нет. И вдруг он появился у меня. Он меня на все аттракционы сводил. Теперь у мальчика, помимо папы, который помогает материально, появились две сестры и брат. А мама после съемок телепроекта приняла решение лечь в больницу, где находится вот уже несколько месяцев. Артем с нетерпением ждет ее возвращения и верит, что жизнь обязательно наладится. Нина Чешкова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей город. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова